1164 А не подскажете вкусное вот это все? Понятия не имею. Ну сейчас я попробую, хорошо? Сначала оплатите, а потом попробую. Ну я сначала попробую, потом оплачу. Ненатуральный картофель. Пахнет неприятно. Молодой человек не оплачивает, все вскрывает. Так, почему какой-то, а? Ну я же сказал, сначала попробую, потом оплачу. Сначала вообще доплачивают, а потом попробую. Давай, сперва оплачивай, давай. Давай, я сперва попробую, потом оплачу. Ну че, дуркушина. Что? Матом уже пошел? Да и матом любой. Ларить, я слышал. Ребят, ну че, так нельзя. Ну, сегодня можно. Ну, ребят, ну нельзя, ребят. Оплачиваешь? Сейчас, говорю, понюхаю и оплачу, если мне понравится. Ненатурально тоже пахнет. Ну это издевается просто. А что, у вас нельзя в магазине сначала попробовать, потом платить? Нет, нельзя, нельзя. Открывать в упаковке нельзя. Сейчас Рос-20 приедем. Ну хорошо. Вызывай, вызывай. Там нечего делать. Ладно, я еще покушаю, пойду пока по магазину. Куда пошел? Руками трогать не надо, я пойду покушаю еще и вернусь. Давай, иди сюда, иди сюда. Зачем ты меня тащишь куда-то? Я мое, без запасных. Че ты хочешь? И что? И что, мое, знаний нет, видимо. Знаний нет, у меня возражение есть. Да, руками не надо трогать. Как тебя зовут? Да мне пофиг как ты зовут. Ну ладно, пофиг. Если тебя зовут пофиг, хорошо. Не надо ко мне прижиматься, руками меня трогать своими грязными. Ручонками. Вот улетает товар из-за тебя. Хватит. Вадим, он творит, видишь? В зал пошел куда-то товар. Ну что, я с товаром хочу по залу уходить. Что, сумасшедший, что ли? Пристаешь ко мне? Че это, что ли? Он платить не пустит, все похоже на караву и пошел в магазин. Тебе мальчики, что ли, нравится? Че ты ко мне пристаешь-то все? Я жду, бегаю никуда. Давай еще. Давай поиграем в такую игру. Ну что, будешь платить или что? Да ты меня не трогай руками. Че ты хочешь-то? Хожу по залу в магазин, выбираю, хватит мне уже. Хочу по-честному натирать мне. Да, вы ухожете. И Росгварди приезжают. Да без разницы не призывайте. Я вот еще хочу попробовать. Ты че дуркуй что-то? Я их люблю. Молодой человек, честно. Мне сын, как у тебя возраст? И? И че? И что? Че проблем задаешь, честно? Какие проблемы? Я кушаю просто. Че кушаю? У нас так нельзя, честно. Ну ладно, нельзя так нельзя. Откуда? Давай вот этот товар. Да руками меня трогать не надо. Я положу сейчас, попробую и дальше пойду попробовать. Бери товар вот этот. Есть товар, который ты сделал. Да хватит меня трогать, говорю же. Я все дуркуй что? У тебя надо проверить надо. Возможно, возможно надо. Давай, вот этот весь товар бери. Это мой товар. Весь товар, вот это. Да я разберусь, что мне сделать. Я сначала попробую, потом возможно оплачу, говорю же. Что ж ты все это, непонятно ведь какой. Пододи на линейках. Я же тебе объяснил уже. Ты испортил товар. Хорошо. Упаковки. Так у нас нельзя. Мне кажется, можно заплатить. Или будешь ждать розбор. Мне кажется, вот с этим товаром так можно делать. Нет, нельзя. Мне кажется, ты ошибаешься. Что дуркуешь то? В смысле дуркуешь? Я пробую, ухожу просто. Дуркуешь. Пошли. Пошли. Потом оплачу, возможно. Он полиции. Да иди куда хочешь. Хочешь, иди в пункт полиции. Ты че дуркуешь? Хватит меня трогать. Ты че хочешь? Удостоверение есть? Есть. Чтобы я знал, что ты охранник. Давай. А то я же не знаю, кто ты. Давай. Сейчас по перстам высоко. Все. Так. Богачев Сергей Иванович. Продлино? Можно посмотреть? Все. Все верно. Пошли. 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 Да хватит меня. Куда ж ты меня тянешь? Все время. Те мужчины что ли нравится? Мне куда тянешь? Я хожу по магазину. Выбираю товар. Я сказал тебе. Пофигу. Мне таких ломал. Да мне тоже пофигу. Ну ломай меня. Ну ломай. Ты в Росгвардии служил. Мне пофигу. Да я не сомневаюсь, что тебе пофигу. Да мне пофигу. В Росгвардии часто слушают не самые грамотные и адекватные люди. Да мне Росгвардии. Служили точнее. Сейчас, надеюсь, не служат. Ну вот как ты? СОБР. Знаешь, что вы СОБР? Пошли. Я всех знаю. Я сейчас позвоню своим. Пусть приезжают. Заберу тебе на 15 суток. Позвони своим. Пусть приезжают. Позвони. Позвони. Позвони на 15 суток. Что ты хоть ерунду несешь? Что за суд решает, а не ты. Не суд решит. Суд решит. 15 суток. Ты почему руки ломаешь мне? А что ты меня трогаешь? В смысле, ты меня трогаешь, эти руки ломаешь? Почему меня трогаешь? Я хожу по магазину, выбираю товар. Я не убегаю. Ничего. Ты все упаковки скрывал? И что? Выбираю товар, хожу. Я потом его оплачусь сказал. Оплатишь? Возможно, оплачу. Оплачу, я буду с тобой целый час ходить. Ходи. Не хочешь, не ходи. Какой-то странный. Все прижимаешься ко мне. Я не по мальчикам. Ты не в моем вкусе. Мне девочки нравятся. Понятно. О. Чипсы. Ну что, он сейчас упаковка скрывает? Платить не хочется. Хватит матом-то общаться при покупателях. Не стыдно. В торговом зале. А куда его висит? Какой-то представитель магазина. Ну что, попробуем давай. Пошли. Не, спасибо. Пойдем, пойдем. Не, спасибо. Пойдем, сейчас тут нас крутим все. Ну, крутите. Что ты хочешь? Я выбираю товар. Я еще раз говорю. Ты не понимаешь русских слов? Да. Потом я подойду на кассу. Возможно, его оплачу. Да. Оплачишь? Возможно. Сомневаюсь, да? Пока сомневаюсь, конечно. Вот, испортил раз, испортил два, испортил три. И что, я же не убегаю с этим товаром. Да, уже там испортим половина. А ты в Росгвардии служил? Да. А, понятно, что законов не знаешь. Да, я закон не знаю. Я знаю хороших законов. Да ладно тебе. Удостоверение показал, да. Ну, удостоверение это правильно. Ты же должен его показать и показал. Да. Ты что творишь-то надо? Нюхаю, пробую. Хочешь вращайся? Ты можешь такой злой пушите лейс, никто не предлагал никогда. Давай я тебе угощу. Смотри, хочешь? Конфетки могу тело издать, печеньку. Успокоишься. Пусть платить. Голодный просто сегодня. Нет, я не голодный. Давай, пойдем на кассу заплачу и без денег. Давай, я пойду по хожу по залу. Нет. А ты можешь идти на кассу. Нет. Нет, земля не обойдет так. Уже камеру фиксирую, он не обойдет. Так я же не убегаю никуда. Да. Да. Да хватит меня за Талюю трогать. Ну что ж ты так по мальчикам-то? У вас в Росгвардии все такие бывшие служили кто? Или только ты? Все к мальчикам прижимается. Что-то трогает меня, трогает. Уж за Талюю пошел. Девчонки, вы что, сказали снимать, да? Да он какой-то нарушитель, я его фиксирую. Сейчас убежит. Нет, не снимайте. Так я снимаю, да. Мы с ним целый час ходить так. Ну сейчас убежит, еще не дай бог. Не убежит там у нас охраны где. Все упаковки. Все платить не хочется. Да я уж увидел, да, на кассе он. Олег, и где конфеты? Он там. Можно на полторы тысячи стоять. Обалдеть. И сорвал там и бросил, там бросил. Ты молодой человек, честно, будь платить или что? Пока я не решил, говорю уже. Что честно-то? Честно, ты по мальчикам или что? Ты ко мне прижимаешься? Завидал что-то? Девушка, зафиксируй. Пойдет свидетель? Обязательно пойду. Так, молодой человек, честно. Давай, честно. Будь платить или что? Пока не решил. Вот сейчас еще печеньки возьму, попробую. Ой-ой-ой. Ну придется две брать. Вот такие у нас каждый бывают. Че будешь так ждать, будешь выходить, показывать. За ним. Все подскрывал, все побросал. О, глянь. Все скрывает. Видал что творит? Мужчина живет. Александр, а вот у вас, я забыл как зовут, к сожалению, не по мальчикам. Сергей. Сергей, не по мальчикам? Сергей. Не любит мальчиков он? Ну видал что-то. Видал что делаешь? Я пробую товар. Видал? В прямом. Пробую, потом вам возможно оплачу. Может? Да. Возможно. Если надо будет оплатить, оплачу. Хотите вас тоже печенька угощу? За счет Ашаны сегодня все. Ну все скрывай. Ничего, блин. Руки примените. Что ж ты без мат ты не можешь? Мне не нравится, мне не нравится, и запахнет. Я же сказал, я пока выбираю товар, я не убегаю никуда с ним. Я хожу пока нюхаю, выбираю товар. Давай, пряник упал. Давай, пряник упал. Я его оплачу, потом пойду, возможно, и все. А оплачу? Куда ты оплачешь-то? На кассу. Куда он оплатит? Возможно, я оплачу. Шучишь, блин? Нет. Честно, прикалывайся. Какой? Я разве похож на шутника? Че, можешь пробовать? Заластать меня мордой в пол. Да не можем, можем. Да я не сомневаюсь. Имей право. Просто не хотим сейчас. Почему не хотите? Давайте. Я за. И че, за? Да. Я за. Да, почему нет? А почему ты проблем такие создаешь? Какие проблемы? Выгавни пристали. Я сказал, я попробую товар. Похожу еще по залу. Ты мне проблемы создаешь. Что-то ходишь со мной, пристаешь, камни за талию меня обнимаешь. Упакой скрыл. И что? Не имеешь права. Да ладно тебе. Да, 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 да. Пока ты не купишь. А тебя уволили из Росгвардии или сам ушел? Мне кажется, с такими знаниями тебя сушки уволили. Пока там макароны внутри магазина. И чипсы. Товар заходит в магазин. Давай, давай. Вороженку. Давай, давай. Ну, тебе сейчас будет проблем второго. Ну, зачем? Молодой человек. Честно, честно. Честно, честно. Зачем ты меня за талию трогал? За талию? Чтобы товар не рвали. А, ты когда считаешь за талию, ты вырваешь мужчину, он сразу товар перестает рвать? Да, что товар не рвали. Вскрой там, за магазином. А зачем же я за магазином буду скрывать, когда могу в магазине вскрыть? Если там за магазин не понравится, ты можешь ее вернуть в любое время. А зачем мне такую сложную цепочку делать, когда в магазине сразу могу попробовать? Нет, нельзя пробовать. Ты в этом уверен? Да. И базары. Ну, везде так можно делать. Что говорите? Где так можно делать? В любом магазине. В любом магазине. Конечно. Первое слышно было. Ну, я же в этом не виноват, что вы первый раз это слышите. О, вспомнишь солнце в эту лучик. Вот у нас человек добрый день. Что случилось? Вскрывать упаковки, платить, как говорится, не хочет. Ему то не нравится, то не нравится. Вон упаковочка. Пол-тележка. Не знаю, адекватно, а не адекватно. А что случилось? Вызовет. Ну, я сейчас объясняю. Ребят. А почему платить не хотите? За этот товар нет желания платить. Ну, почему? Ну, нет такого желания. А надо за него заплатить? А зачем он вставать? Попробовал. Попробовал. Зачем? Понюхал. Ну, значит, нужно платить. Нужно все же считаете? Думаю, да. Мне кажется, нет, не нужно. Почему? Ну, уже пробовали. Ну и что? А упаковку наружки кто? А вы за такой товар платите? Что? За такой товар платите. Ну, я в магазин не могу. А вот за такой? Ну, а можно пробовать в магазине или нет? Нечто, нет. Нельзя пробовать в магазине? Я не знаю. Как вы можете попробовать? Упаковку ранее куда делать? Как вы можете вскрыть упаковку, поправить, положить ее? Да. Нет, положить не могу. Если стоили, значит, должен заплатить. Думаете, должен? Да. Надо не наказывать, а, наверное, участкового вызывать. Участкового будем заплатить? Ну, если вы считаете, конечно, вы же не можете протоколас вставлять. Нет, не могу. Ну вот, если они будут писать заявление, наверное, участкового. Вы не будете за этот товар платить? Я жду, пока не решил. Я им тоже самое сказал. Я прохожу, выбираю. Попробуйте, там, через 5, через 10 минут. Ну, смотрите. До закрытия магазина еще много времени. Пока похожу. Вообще весь товар. Все поскрыл. Да, все вскрыл. Тут товар вообще не надо, хорошо. Ужас. Вот, сейчас нас снимаете, я так понимаю, да? Я никого не снимаю. А вот девушка снимает. Микрофон у вас вот висит. Просто если это ваша девушка или знакомый, или кто-то, передайте ей, что я свое согласие на обнородные своих данных. Можете на меня автомат не направлять, пожалуйста. Я не направляю на вас автомат. Под углом 45 градусов вниз. Я говорю еще раз, что не даю согласия на обнородные своих данных. Вы можете снимать, но если я где-то вижу в интернете, могу подать на вас ссылку. А чем запрещено вам, не скажите, чтобы я образумился просто. Что? Чем запрещено, вы мне скажите, чтобы я образумился. Согласен Росгвардией. Ну, какой статьей? Весь 26 закон. Ну, а какой статьей-то? Что? Статьей какой? Какой статьей? Да, ну, закон оставленный гвардиум большой. Ну, вот я сотрудник Росгвардией, я не даю согласия. А чем запрещено-то вам, не скажите? Кодекс есть административного правонарушения. Ну, и что? Что за это предусмотрено? Что? Что за это предусмотрено? Я могу подать на вас в суд. Нет, а чем запрещено? Вы говорите, КОАП. КОАП, это значит, мера наказания какая-то есть, статья есть. Если вы говорите, можете подать в суд, с чем? На основании чего? Просто объясните. Я просто говорю, что я разрешения не даю на обнародность своих данных. Смотрите, вы сотрудник Росгвардией. Если вы какое-то требование предъявляете или просьбу, вы же должны сослаться на закон, наверное. Я же вам сказал, согласен. Причину и основания для предъявления этих требований. Так, какая статья? Вы мне разъясните. А то я такой глупый, может, не знаю, вы мне сейчас разъясните, просветите меня. Выплатив слова будете ли? Не решил пока. Ну, вы скажите, почему нельзя публиковать-то вас? Когда решите? Не знаю. Сегодня. Вы будете нажать? Ну, наверное, да, конечно. Ну, что, сейчас поговорить даже. Потом же так расставлять нельзя, потом, глянь, что есть. Я тоже согласен полностью с вами. Вы мне, может, объясните, чем запрещено-то? Я сейчас открою интернет, почитаю, да извинюсь перед вами даже. Читайте сами что-то вклады. Ну, а какую статью открыть? Оплатить. Давай, блин, блин. Все, проверим, Матя. Настя, давай быстрее. Я есть хочу. Да-да, сейчас все быстро приготовлю. Тема, а почему одни бургеры и картошка в холодильнике? Я же просила тебя продукты для ужина купить. Да я в Мак зашел, а там Биг Мак за 3 рубля, картошка за рубль. Но я и не удержался, закупился. А почему так дешево? Сейчас я тебе все расскажу. Друзья, немногие знают, что в Макдональдс есть купоны, которые сливают сами сотрудники. И можно получить Биг Мак за 3 рубля, а картошку, например, за рубль. Все эти купоны слили в телеграм-канале по Блату. Ссылку я оставил в описании. В этом канале есть промокоды на бесплатные поездки в такси, бесплатные подписки на сервисы, частью из которых пользуюсь я сам. А также там публикуются самые выгодные скидочные предложения со всех магазинов. Скидки порой доходят до 90%. Не переплачивайте за то, что можно купить дешевле. И в этом вам поможет телеграм-канал по Блату. Ссылка в описании. И погнали смотреть видео. Сотрудник Росгвардии. Как вам обращаться? Девушка. Ну это честно, девушка. Девушка. Мы с ним. Девушка. Давай снимай, да? Да. Ну как вам обращаться, сотрудник Росгвардии? Старший сержант. Старший сержант, но имя и есть, фамилия? Алексей. Алексей. А вас тоже нельзя фиксировать на видео? Да, ради бога, фиксирую. А, вас можно, вас нельзя. Я понял. Опубликовать? Может, вы мне объясните, чем запрещено? Что? Ну, запрещено публиковать вас. Я вам ничего, это объяснять не буду. Я никаких нарушений здесь не вижу. Вы ходите, употребляете, да? Да. Сходили, употребили, все нормально. Да? Просто потом закончите свои покупки, просто это оплатите и все. Ну, скорее всего, конечно, часть товара я уже не хочу оплачивать, поскольку меня хватали и часть товара вылетела просто из упаковок. Но то, что не упало, возможно, я оплачу, если надо будет, конечно. Я говорю, если сейчас руководство придет, не охранник мне скажет, а руководство магазина скажет, надо оплатить этот товар. Я оплачу, конечно. Так-то это ваше право, вы можете здесь употребить. Пойдемте, пока прогуляемся с вами. А куда прогуляемся? А вот. Возле корзинки, кстати, давайте, пожалуйста. Я говорю, пойдемте с вами вместе пройдемся, подышать свежим воздухом. Давайте, возле корзинки. Давайте туда пройдем. Я задержан сейчас? Пока, да. Задержан на основании. Но вы не оплачите товар, сейчас ждем вашего менеджера. Это причина, я так понимаю. Это причина, да? А основание какое для задержания? А чтобы не оплатили товар? Нет, это причина. Либо это основание, тогда причину скажите. У вас как в законе разговор не написано? Причину и основание, если вы предъявляете какие-то требования. Сейчас вы не оплатили товар, правильно? И не собираетесь его оплачивать? Нет, я не сказал, что не собираюсь. Ну вот, сейчас придет, что старший менеджер или кто? Ну, основание-то какое? Это все ваши слова. Старший менеджер придет, такого законного основания нет. Я же вам объясняю, что пока находитесь возле корзинки своей, я прошу вас. Сейчас придет старший. Вы просите. Я отклоняю вашу просьбу. Все. Я уходить не собираюсь никуда. В магазине, пожалуйста, вставайте. А что я пикаю-то? Не выходите. Это купленный товар у меня. Вы его пробили? У меня чек есть, конечно. Покажите, пожалуйста. Я вам не буду показывать. Если полиция приедет, я покажу чек. Ну так, если задерживаете, скажите, основание это какое-то. Но вы не оплатили товар. Ну это причина, основание. Основание вы не... Законное основание. Не оплатили товар. Ладно, какие у меня в связи с этим возникают права и обязанности? Что? Какие у меня в связи с этим возникают права и обязанности? Ну права. Если вы не хотите на него платить, значит... Здравствуйте. Ну. Молодой человек там что-то распаковал. Будете на 100 лет потерять? Да, влюбленный все. Если оплачивать не хочет, по-моему. Он сказал, что попробовал. Попробовал. Я говорю, потом, может быть, оплачу. Тогда потом. Ну я не знаю. Сегодня. Сегодня. Сегодня конкретно есть время? Нет. Такого конкретного промежутка времени нет. Естественно. Пока территорию магазина не покинули, можно сказать, сколько угодно. Как только покинете, уже будет... А что будет? А? Будет день тяжелой имущества. То, что, кстати, снимая статья. Вы считаете, тут уголовная статья? Такие. Там вроде до двух с половиной тысяч товара. Административная. Административная? Да. Нет, тут человек говорит просто уголовную, называет статью. Мы сейчас почитаем. А то есть, если я выйду за территорией магазина, это уже будет порча имущества? Ну, конечно. А где территория магазина-то, объясните мне? Можно ли не кай сейчас выйти за рамки, вот черный полосадный. А есть документ какой-то подтверждающий это? Можете предоставить, чтобы я знал просто, куда мне можно идти, куда нельзя? Я вам сейчас объяснил все. Не, а вы кто? Я даже не вижу, как вас зовут, вы кто в этом магазине. Николай. Сотрудник службы безопасности. А, службы безопасности. Я-то администратора ждал, а вы службы безопасности. Ну, есть где-то посмотреть, может, план какой-то, где у вас кончается магазин? Пойдите в магазин, есть у нас план магазин, конечно, посмотреть. Ну, а здесь-то есть где-то знакомиться? Может, принесете? Нет, не принесете. Не принесете? Почему? У нас сейчас 3 метра, разговор другой немножко. Мы сейчас перевели тему на план магазина. Естественно, я хочу узнать, докуда мои границы. Мне кажется, это все магазин. Так кажется. Сейчас заявление напишем, вам потом объяснят. Ну, мы что, вызываем учить школу? Ну, конечно. Может, вы мне объясните, чем запрещено вот эту линию покидать? Я вот это не знаю. Это вам уже надо смотреть с магазинами. Не-не, чем запрещено просто? Или я могу переступить вот так, например, к линии? На территории линии кассы тоже получается. На территории магазина. А где в законе у нас такое есть, как линия кассы, понятие? У меня, проще. Я в торговой точке не работаю. В общем, сейчас по 9-6-й. Побеседуйте с ним тогда. Расскажем вам про статьи, про законы. А он грамотный? Я не знаю. А, так скажите, с чем запрещено, если я так переступаю? Ну, это у них в магазинах какие-то свои границы. Просто это вся территория торгового центра. Да. А это они арендовали помещение, это выкупили. Я не знаю, как у них тут план. Есть вообще этот план? Я не могу вам сказать. То есть я могу вот так вот наступить? Ну, а зачем это? Я просто интересуюсь у вас. Дразните нас или что? Я образовываюсь. А как вас зовут, не подскажете? Олег. Олег. Дождем сейчас участковую еще. Да, понятно. Вы к этому времени захотите оплатить? Вряд ли, очень вряд ли. Когда участковая приедет, я точно не захочу оплатить. Это с вами я еще сомневался, с ними сомневался, с участковым точно не захочу за такое-то оплатить. Ладно. Куда пошел? В магазину гулять дальше. Зачем ты мне держишь тележку-то мою? Нет, нет, я тоже гуляю. Что ж такое агрессивное-то? Мальчика давно не было, что ли? Ты ко мне все прижимался сначала. Теперь агрессируешь. Корзины, боюсь, не хватит. Бежит, 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 бежит. Догнать. Пас. Девушка, там зря. Зря. Что зря? Ну, зря снимайте-то. Почему? Ну, потому не знаю. Да снимают девочки на трассе. Девушка видит видеофиксацию. Да, но если ты как-то представишь, возможно, девочка, я не знаю, поэтому... Почему зря-то в одной конфиде заработали. Всем тяжело. Тебе, мне тяжело. Тебе не тяжело, как-то меня за руки хватало. Я не убегал, ты меня за руки из Аталии. Нет, вот. В какое-то помещение хотел. Нет, за руки, вот это, за руки, да? Тебе по попе хоть шлепнуть? Ну, нет, упаковки рвать, это не надо. У нас упаковки рвать нельзя. Можно и нужно упаковки такие рвать. Нельзя, нельзя. Пока товар не оплатили, это товар в магазине. Когда ты купишь, товар не подрать, можно и вернуть. Ты меня обманываешь, можно-то рвать. Нет, я просто ничего говорить не буду. Ну, хорошо, не говори. Нет, просто. Просто помолчим. Зря делать, да, ребят. Влюбленные часов не замечают и могут молча любоваться друг другом. Опа. Будем есть все. Пойдем в сладкое сразу еще прогуляемся. То есть пряники мне не понравились, надо еще раз попробовать. Я думаю, вы за нас. Не, ну почему так делать? Ну почему делать? Ну хочется. Ну. Каждому что-то хочется делать. Все решили. Тебе хочется мужчин трогать? Видишь, ты трогаешь их. О, ну все, упало. Какая у вас неудобная полка? Главное, сзади не прижимайся близко, хорошо? Друзья, а теперь смотрите, что не так с этим товаром. По скромному мнению блогера. Ну вот сок мы купили, например, до 07-07-21. Сок для детей старше 3 лет. То есть просроченное детское питание, по сути. Красавцы. Сегодня у нас 11-07-21. Это у нас магазин Ашан, город Рязань. Московское шоссе, дом 21. Вот кофеек берем. Просто до марта 2021 года. Сейчас, на секундочку, уже 11 июля. Целыми просто партиями. Печенье, чипсы и так далее. А не сказали вам, через сколько приедет участковый? Сказали, ожидайте. Один участковый на район. Ну подождем. А тем временем уже тележечка просрочки наполняется. При том, что довольно-таки крупные тележки в Ашане. И то наполовину, наверное, точно заполнилось. Вот так вот Ашан относится к своим покупателям и следит за качеством товаров. Пока ждем участкового. Решил почилить на качеликах в Ашане. Вот, друзья. Даже товар, который они сами упаковывают, по их же маркировке, и то просрочен. Смотрите. До 9-го, 07-го, 21-го. Сегодня уже 11-е, 07-ое. И так, я так понимаю, все партия. До 9-го, 07-го. До 9-го. До 11-го. Но и то просрочно, поскольку тут есть время до 13-и, 0-0. А вот здесь они решили схитрить. И вообще не ставить дату. Просто годен до. Пусто. Годен до. Пусто. Конечно, так же удобнее впаривать просрок покупателям. Привет еще раз. Что? Я говорю, привет еще раз. Как вас этот канал называется? А какая разница? Вам потом скинут ваши коллеги, знакомые. Не, он просто все смотрю, его знают. Один я не знаю. Так бывает. Подписчик, может, один лишний будет. Может быть. Я говорю, вам скинут. Вам расскажут. Что, Росбарди убежала, что ли? Да, всех я распустил. Я так и понял. А что, они не говорили, полиция приедет или нет? Нет, не приедет. Не приедет? Ну, я так подумал. Нет, нет. Я че-то раздавал, что я так понял. Все, может быть. Как так? Тележка целая. На прилавках, просроченного некачественного товара. Ну, так вот. Вот так. Это нормально у вас в Ашане? Да, конечно. Вот тут вообще я не знаю, как понять, до какого он годен товар. Ну, да. Не пропечатался. Добрый. Кто у нас там? Про срочку, Ирина Станин. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, да. Тут вообще вот не пропечатано. Это все? Видимо, да, это все про срок. Видимо, кто-то недобросовестно, да, относится к своей работе. Просто по отделам все вытаскивают. Спереди, спереди срок годности. Сверху, слева. Объясни, не понятно, не помню. Ну, соответственно, вы там будете принимать меры. Ну, конечно, да. По артеми целыми. А вы кто-нибудь подскажете? Ну, мы обязательно примем меры. Администратор или кто? Да. Что же вы раньше-то не подходили к нам? Как только увидели, так и подошли. Да ладно, ваш коллега меня уже давно тут видел. Мы часа два уже тут сидим. Ну, не два, один часик. Ну, часик, хорошо, пусть будет часик. А что же мы сразу не подошли? За часик нельзя было подойти с покупателем. Ну, у вас охранник себя некорректно повел. Ну, что он сделал? В смысле, хватал меня за руки, за корпус. Говорил, что положит меня мордой в пол. Что так он не говорил? Матом выражался в магазине, в помещении магазина. Да. Я понял, как его хранится. У нас обычно такого на самом деле не бывает. И простроку в магазине. Я же не убегал. Если мы что-то находим, мы сразу это все утилизируем. Я же не убегал из магазина. Мы этим интерфором. Он что-то начал хватать меня, обнимать. Сказал, что сейчас мордой в пол тебя положу. Ну, зачем так покупать? Не просто, наверное, так, по-моему, он все подошел, начал хватать за руки. Какая разница? Я же ему сказал, я, возможно, потом оплачиваю. Да, да, согласен. Ну, тем более матом представителю магазина вообще недопустимо, я считаю, в магазине общаться с покупателями. Нет, конечно. Совершенно точно. Какие ваши дальнейшие действия? Смотрите, мы у вас первый раз. Мы можем сейчас вызвать полицию, оформить ваш магазин и так далее. Вы можете извиниться, вскрыть все при нас. В принципе, нам этого будет достаточно. Конечно, мы перед вами извинимся и проведем вас на утилизацию. Пойдемте. Там до марта месяца был, да, вот у вас в руках кофе. У вас, наверное, до мая, скорее всего, да. Сколько много было до мая месяца? Сколько не смогли. А как вы догадались, что все просрочно рассказали вам? Росгвардия или покупатель? Нет, добрый подписчик. Вы мне можете сказать, почему вы раньше не подошли-то к нам? Ну, как показали, так я к вам уже дошла. То есть, для этого вы не знали о ситуации? Так мы же не знали, что дело в этом про троски. Мы думали, что дело в рваных пачках. Тогда выяснилось, что дело в этом. Ну, а все равно подойти, пообщаться с покупателем. Перестикеровывать не будете там вот эти вот просроченные. До свидания. До свидания. Не травите граждан. Ну что, друзья, весь просроченный некачественный товар, который был найден нами, мы вскрыли. В принципе, как вы видите, товара немало. Надеюсь, вы сделаете выводы из этого. Разъяснительные беседы проведете, приведете меры. Да. Вызывать, ждать полицию мы не стали, потому что, во-первых, время уже поджимает, а тухлопритонов в Рязани еще много. Ну, и, во-вторых, мы здесь первый раз, поэтому на первый раз делали замечания. Надеюсь, магазин будет справляться. Ну, и, друзья, давайте устроим небольшой конкурс. Для жителей Рязани это будет актуально. Покупаете просрочку, фотографируете мне товар вместе с чеком, и обязательно запечатлеть надо на видео прямо именно в момент покупки, когда вам пробивает кассир, вы отдаете деньги. Кто первый пришлет фото купленного просроченного товара из данного магазина и видео, само собой, покупки, получит лично от меня 2000 рублей. Я думаю, это будет вам интересно и мне посмотреть, исправилось все-таки Ашан или нет. Дерзайте, друзья. Вся более подробная информация будет в описании к видео. Смотри, у нас же товар, вы на тут деньги выйдете. Хорошо, я приношу свои извинения от лица компании. Сейчас будет сделано возвратом. Мне только грустно, что вы сразу ко мне не подошли, не узнали, в чем дело. Вы знаете, как бы ситуации бывают разные, вот, но мы всегда рады идти клиенту на встречу. Сначала охрана хватает клиента, потом идете клиенту на встречу. Я в своем лице, да, вот, как представитель компании, приношу извинения за всех сотрудников, которые, да, были нелояльны клиенту. Вот, и будем рады видеть вас. До свидания, всего доброго. Денежные средства номер 0, друзья. А охранник-то где, ушел уже? Да, я на снял не еду. Может, он извинится, что-то перед нами? Давайте попробуем, что он еще здесь, на смене. Среди он называется, на смене. Ушел? Да, от лица магазина, от лица этого охранника, подношу извинения, он засылал в охране. Вы разъяснительную беседу с ним проведете? От лица не проведу, в любом случае. И надеюсь, что такого больше не повторится. Хорошо. Нам, в принципе, этого достаточно. Я не обиженка, поэтому я не обижаюсь. Главное, чтобы он сделал выводы. Вот это самое главное. Ну что, друзья, вот закончился наш рейд магазина «Шан». В принципе, вы все видели сами. Неадекватный охранник, который прижимался ко мне. Я уж не знаю, может он по мальчикам, что у него там в голове было. Я ему говорю, возможно, я потом оплачу, я из магазина не убегаю. Но он все равно решил поприжиматься. Возможно, понравился ему, кто его знает. Росгвардия приехала. Ну, честно, законы они знают так себе. Но при этом вели себя адекватно, не боковали, не захватали меня и так далее. Возможно, увидели камеру, увидели петличку и поняли, что ну не стоит. Начальник службы безопасности. Какой-то он странный, честно, я до конца его не понял. Почему женщина не подошла в белом? Вот администратор, никто, она тоже до конца не понял сразу. Может, испугалась, может, подумала, что действительно поехавший. Но по факту почти целая тележка просрочки найдена в данном магазине была нами. А на этом, друзья, я с вами прощаюсь. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые интереснейшие видео. Всем удачи, друзья. Всем пока.